МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда победителей заочного тура АТОМ-ТВ вернулись из Заречного. В области задержаны фальшивомонетчики. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 14 декабря в администрации области прошло награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2016». В этом году из 19 предприятий Десногорское учреждение службы благоустройства заняло первое место в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности». А за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости абсолютным победителем стало общество АТОМ-Транс. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов посетил Десногорск. Александр Беглов посетил Десногорск впервые. Встречали гости губернатор области Алексей Островский, председатель законодательного собрания Игорь Ляхов и глава нашего муниципального образования Вячеслав Седунков. Целью визита была оценка исполнения указов и поручений в сфере энергоснабжения, повышения эффективности производства, качества образования, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. В самом начале визита они возложили цветы на мемориале Курган Славы. Первым объектом в списке посещений было крупнейшее энергетическое предприятие региона «Смоленская атомная станция». На встрече Александр Дмитриевич подчеркнул, что атомная энергетика – одно из важных направлений стратегического развития нашей страны. Далее полпредпрезидента посетил вторую школу. Все образовательные учреждения Десногорска соответствуют статусу прогрессивного образовательного процесса. Вторая школа наряду со всеми положенными направлениями обучения внедряет различные методики и проекты воспитательного и развивающего назначения. Патриотическая организация «Гагаринцы» создана для учеников средних классов. Республика самоуправления «Дом» объединила деятельных, организованных молодых. Все они активно участвуют в жизни школы и стоят на защите прав детей. В школе работает официальный корпункт «Атом-ТВ» под эгидой госкорпорации «Росатом». Затем гости отдали дань уважения тем, кто возрождал атомную энергетику на Смоленщине и возложили цветы к памятному знаку первостроителям на площади около администрации. Поисковое движение в Десногорске играет особенную роль в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. В нашем городе благодаря поисковикам и ветеранам Великой Отечественной войны создан музей боевой славы на Смоленщине. Гостям рассказали, что он открылся после реконструкции 8 мая прошлого года. Инициатором реставрационных и ремонтных работ выступил Общественный совет директоров и руководителей города. Полномочный представитель президента Александр Беглов поделился с журналистами впечатлением от визита в Десногорск. Порадовый город чистенький, аккуратненький, я хочу сказать. Но если говорить о выполнении поручения президента, то сегодня все поручения президента выполняются, а некоторые даже с опережением. 224 миллиона рублей выделят Смоленской области на выплату пособий многоодетным семьям. Решение принято правительством Российской Федерации. Дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения количества семей, имеющих право на выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Такую поддержку получат 53 региона. 14 декабря в культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась расширенная пресс-конференция губернатора, посвященная итогам работы администрации Смоленской области в 2016 году. В этот раз она проводилась в новом формате. Задать вопрос главе региона могли не только журналисты ведущих областных СМИ, но и районных изданий. Всего в мероприятии приняли участие представители свыше 50 средств массовой информации. Вопросы касались всех сфер жизни области – инвестиционной политики, сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и экологии. На плановом оперативном совещании глава Десногорска подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. 12 декабря в день Конституции по всей стране прошел единый день приема граждан. Все государственные структуры, муниципальные структуры, чиновники всех уровней были на дежурстве и принимали граждан. И можно было в любом учреждении получить консультацию. На самом деле по любому вопросу, потому что была налажена связь между всеми госструктурами в режиме онлайн. С 12 по 29 декабря в Десногорске объявлен городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. В смотре конкурса могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность по продаже товаров, оказанию общественных услуг и оказанию услуг бытового обслуживания населения, и которые должны подать заявки на участие в этом смотре конкурса. Постановления о городском конкурсе и форма заявки размещены на официальном сайте администрации Десногорска. В медсанчасти 135 имеются бесплатные санаторно-курортные путевки в Архипо-Осиповку Краснодарского края. Для взрослых на 28, 29 и 30 декабря заезд. Общий терапевтический профиль. Лечение 21 день. Обращайтесь, пожалуйста, в 102 кабинет к заведующим поликлика Тимофею Анатолию Васильевичу. С 19 декабря до 1 января роддом Десногорска будет закрыт на ежегодную профилактическую обработку. 20 декабря пройдут публичные слушания по проекту местного бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 года. В ближайшие дни планируется начать установку городской ёлки, а её открытие состоится 27 декабря. Дети Донецка и Луганска получат новогодние подарки из Смоленска. Во время проведения совместной акции, проводимой администрацией области и управлением МЧС России, было сформировано более 500 новогодних подарков. Машины со сладкими сюрпризами для детей Новороссии уже отправились в путь 13 декабря. 6 и 7 декабря в городе Заречной Пензенской области прошёл фестиваль телевизионной журналистики «Атом-ТВ». Юные корреспонденты и операторы из 20 городов в присутствии госкорпорации «Росатом» приняли участие в церемонии посвящения в журналисты и получили свои первые пресс-карты. Среди них были и наши десногорские ребята. Десногорск на фестивале представила команда-победительница «Вистас» Виктория Козенкова и Станислав Разганов – ученики средней школы номер 2. Ребята получили огромное количество положительных эмоций, побывали на уроках мастерства таких профессионалов, как Дмитрий Львов, Инна и Жанна Прохоровы. Юные корреспонденты испытали настоящий азарт в реальных информационных войнах. Самым волнующим событием стало участие в пресс-конференциях с нашим земляком, капитаном команды КВН «Триот-Идиот» Максимом Киселёвым и заместителем главы администрации города Заречный Ириной Сизовой. «Сначала мы должны были брать интервью у главы Заречного, так как он президент баскетбольного клуба «Союз». Я очень образовалась, что я могу задать что-то про баскетбол, но он не смог. И мы брали у заместителя главы Заречного. Ну, мы с Астасом быстро сообразили, какой вопрос надо задать. Для журналиста главное – быстро сориентироваться и выбрать тему для вопроса». Программа фестиваля была очень насыщенной. С самого раннего утра и до позднего вечера ребята участвовали в мастер-классах, посещали интересные экскурсии и, конечно же, готовили сюжеты. «Нас встретили хорошо, дискотеку устроили, потом нам сказали, что нас объединят на три команды. И мы объединились, мы снимали проекты, мы брали интервью и вроде получилось». В заключительный день фестиваля на торжественной церемонии участники были посвящены в тележурналисты и получили свои первые пресс-карты. Команды уже считались победителями в своих городах, поэтому были удостоены звания лауреатов. «Ребята сплоченно очень взялись за это дело, очень слаженно это получилось. У нас вышла самая настоящая команда, несмотря на то, что дети разновозрастные, дети из разных классов». Команда нашего города теперь является официальным корпунктом детского телеканала «Атом-ТВ» и уже активно работает над новыми сюжетами. Посмотреть репортажи ребят можно дважды в месяц в интернете на канале «Атом-ТВ». А сейчас криминальные новости. В Смоленском районе мужчина открыл стрельбу по пожарным. 14 декабря около 17.10 расчет выехал на тушение жилого дома в село Ольша. По прибывшим на место происшествия пожарным местный житель открыл огонь из автомата Калашникова. Стрелок задержан. Троих пострадавших сотрудников МЧС госпитализировали. Как сообщает ЛАВ РУ, стрелок убил двоих жителей деревни, а в сгоревшем доме был обнаружен еще и труп женщины. Ведется следствие. Двое мужчин печатали поддельные банкноты и были задержаны полицейскими с поличным при попытке сбыть их в одной из торговых точек областного центра. Кассир при пересчете выручки определил признаки подделки денежных купюр и сразу обратился в полицию. После опроса рабочего персонала и изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции смогли установить личность и задержать подозреваемого. 49-летний Смоленин рассказал, что получил купюру от своего знакомого. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина, который, как предполагает следствие, занимался изготовлением фальшивок с целью дальнейшего сбыта. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены цветной капель на струйный принтер и пять листов формата А4 с изображением 20 купюр номиналом 100 рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящий момент устанавливается причастность задержанных к другим фактам сбыта фальшивых денежных купюр на территории региона. И в завершении новости спорта. В Смоленске состоялось масштабное файт-шоу «Эра чемпионов-8». На ринге сошлись лучшие представители школ смешанных единоборств со всей страны, а также бойцы из Армении и Кыргызстана. В главном поединке смоленин Никита Гусаров одержал победу над камерунцем Жан-Мишель Мбоком. Этот поединок стал четвертым для Никиты Гусарова. В его активе столько же побед. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnardofistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова